Начало её 40 лет назад. В этой книге зарегистрированы все учителя, которые работали в 15-й гимназии. Первой в списке от 15 августа 1980 года значится Вовенка Лилия Гаязовна для учеников Григорьевна. Здравствуйте, Лилия. Сегодня учителя приветствовали по-особенному. У Лилии Григорьевны юбилей и не один. Сегодня ей 80. Она преподает географию с момента основания школы, 40 лет, а её общепедагогический стаж в этом году перевалил отметку 60. Лилия Григорьевна может дать фору многим своим коллегам. Её в 15-й гимназии каждый знает как активную и идущую в ногу со временем учительницу. Её последний проект – класс юстиции, которым Вовенко руководит уже два года. И первые поздравления сегодня от учеников и куратора класса генерала полиции. И вот эта мудрая сова, олицетворение, да, ваша как раз, вам вручаем. Спасибо большое. Ну почему бы с самого начала, с детства детей не делать, уже подготавливать, даже подготовить к тому, чтобы они уже выберут себе профессию юриста. Это не обязательно работать в милиции. Правовой класс – это говорит о том, что он может работать и в таможне, и в прокуратуре, и в следствии, и в МВД, и просто гражданским юристом. Идея Лилии Григорьевны создать правовой класс вполне объяснима. Сама из семьи военных замуж вышла за сотрудника МВД. По стопам отца и деда пошли и дети. Ещё в студенческие годы исколесила весь Таймыр, работала в Сибири, ночевала в тундре и часто ходила в походы. Такая закалка позволяет ей и сейчас быть в тонусе. Для меня, конечно, песни Александры Пахмутовой, ну, наверное, были ориентиром жизни. Главное, ребята, с сердцем не стареть, песню, что задумали, до конца допеть. Вся жизнь учителя – это всё-таки дети. Ради них мы и живём. Закончить девятый класс, поступить в колледж и продолжить свою работу, связанную с правопорядком. Вот такие у нас мечты. Со своим классом Лилия Григорьевна часто проводит время на природе, посещает музей, благоустраивает школьный двор и приносит пользу экологии. Седьмой Ю занял первое место в городе по раздельному сбору мусора. Ну а самое главное для учеников – знания, которые они получают от педагога, имеющего пять правительственных наград. И сегодня в её адрес звучат поздравления от всей школы. Мы желаем от педагогического коллектива энергии, чтобы она не иссякала. Мы желаем здоровья, мы желаем новых творческих высот, и мы желаем внутреннего душевного покоя. Сегодня заслуженный день отдыха и чаепития, а завтра снова на работу. Как-никак, конец четверти. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». С днём рождения! С днём рождения!